Вырываемся, улетаем, а потом переходим и пошли, и чувствуем грибок. Получается вырваться, отлично. Получается тем ровно, тоже отлично. Мы рекорды должны для себя только пить, не для кого, но для себя. У нас будет сегодня наше лучшее время, однозначно. Так команда Dragon в Нестор Тирасполь настраивалась громко хлопнуть дверью в последний день Кубка Европы в итальянской Равенне. Дистанция 500 метров. Летать этого дракона по водной глади заставляли 10 человек, плюс рулевой и барабанщик. Я номер один на футболке, это значит я барабанщик, но не думайте, что это так просто. Как только что мне объяснили, от успеха команды зависит, как работает барабанщик очень сильно. То есть прям там своя техника, тактика удара, надо внимательно очень следить за конкурентами. Ух, все будет хорошо. Под ритмичный стук в барабаны Приднестровский дракон залетает в четвертьфинал. Это вы лучшие! Вы лучшие! Даже соперники все поняли. Приднестровье лучше не только на воде, но и на суше. Вот смотрите, у Приднестровской команды, у британцев там пакеты валяются, все что угодно, еда какая-то, у нас все по спортивному. И вот еще в прыжку, Наталья Юрьевна селфи делает, все готовы, смотри, сочет, красиво, у нас все весла даже помещены. Своих симпатий к Приднестровской команде не скрывала и генеральный секретарь соревнований. Приднестровская команда участвует здесь, представлена здесь, и среди нас, конечно, не только профессиональные спортсмены, это показатель того, как развивается этот вид спорта в Приднестровье. Конкретно в Приднестровье, конечно, благодаря инициативам президента он как будто как в воду глядел и знал, что этот вид спорта пойдет очень сильно вперед. За Приднестровье на Кубке Европы игре была команда «Драгон Днестр Тирасполь» в составе как любителей, так и спортсмены со стажем. Это такой микс профессиональных спортсменов и любителей спорта, любителей здорового образа жизни. Так, например, у нас в команде Татьяна Деревенко, мастер спорта СССР по гребле, заслуженный тренер Приднестровья. У нас чемпион мира по драгонботам Андрей Пантелишин. У нас Татьяна Повстанюк, мастер спорта, тоже заслуженный тренер. И такие любители, как мы, телевизионщики, например, нас пять человек. Андрей Пантелишин прекрасно знает, как приручить дракона и долететь на нем до золота. Он уже выигрывал чемпионат мира по драгонботу. На Кубке Европы попробовал себя в амплуа тренера. Мы тренировались около месяца, тренировались и в дождь, и в жаркое солнце. Мы сложили все силы, что могли, чтобы как можно больше слажений, лучше показать свой результат на соревнованиях. С результатами все в порядке. На дистанции два километра вошли в топ-20. На двухстах метрах не хватило пару секунд до полуфинала. И в последний день Кубка Европы Драгон Днестр Террасполь. Снова в четвертьфинале на дистанции 500 метров. И снова до полуфинала не хватило чуть-чуть. Возможно, того самого опыта больших международных стартов. Кубок Европы в Равене – это шанс не только для себя показать, но и увидеть Италию, понять, в чем секрет Дольче Виты и прикоснуться к многовековой истории. История Равенны берет начало еще до нашей эры. Этот город на севере Италии успел побывать в столице Западной Римской империи и королевство Остготов. Улицы Равенны сами по себе музей под открытым небом. 18 памятников архитектуры в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. А еще здесь последние годы жизни провел Данте. О Равенне он писал в своей божественной комедии. И здесь он нашел вечный покой. Его отпевали в базилике Сан-Франческо. Рядом его гробница. Естественно, это место обязательно к посещению для любого туриста. И наши грибцы не стали исключением. А еще в перерывах между заездами они успели заскочить в Сан-Марино и колоритный итальянский городок Чезенатика на берегу Адриатического моря. Здесь главная достопримечательность – старинный канал. Его построили по проекту Леонардо да Винчи. А еще Чезенатика называют рыбацкой деревушкой. Мы сейчас находимся на площади консервов. Это местная достопримечательность. Что здесь интересно, на этом месте в 19 веке в этом городе консервировали рыбы. Делали это вот в таких вот чанах глубоких. Так что можно сказать, что Чезенатика славится своими консервами. Италия – это, конечно, еда. Чезенатика славится морепродуктами. В Равене на Кубке Европы наших спортсменов соблазняли лазаньи, пиццы и спагетти. Все выглядит очень аппетитно, очень вкусно. Но, судя по меню, сильно зожным это питание, конечно, не назовешь. Кубок Европы в Равене уже история. Для команды Драга Днестр-Терасполь первый блин, точнее Креспелле, не вышел комом. Так Приднестровье в очередной раз заставило о себе говорить. Приднестровье Днестровье Днестровье! Ура!